Праздник Рождества Господа Мы вечно, с нами, Бог, бессильно зло, оно будет бессильно тогда, когда мы будем друг друга хотя бы чуть-чуть доброжелательнее, любвеобильнее, сострадательнее, милосерднее. И поэтому пусть каждый на своем месте творит добрые дела, то, что он может померить своих сил и возможностей. И поэтому всем вам желаю мне сходивающей любви, надежды, веры, и пусть Господь хранит каждого из нас на всех путях нашей жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас для всего приезжало 150 человек из пяти регионов, в общей сложности 150. И очень мне понравилось, помимо насыщенной экскурсионной программы, вечерняя рождественская Москва и, собственно, скорейши. Меня зовут Карина, я тоже сопровождала группу из сотрудников. Нам удалось посетить Красную площадь. Прошлись по Соборной, пофотографировались, сняли видео. Дети были в полном восторге, хотели вернуться даже обратно. Совсем маленькая малышка сказала, что сегодня был самый счастливый день в ее жизни. Поэтому все вопросы отпали. Вообще-то, да, получился потрясающий праздник. Мы договорились обязательно встретить еще раз летом, весной, на Пасху, когда будет тепло в Москве. И будет совсем по-другому ощущаться эта праздничная атмосфера. Так что ждем следующего праздника. Мы будем слушать голоса животных и угадывать. Больше полутора тысячи людей собралось на праздник. И в том числе к нам приехали наши любимые гости из Десногорска, из Бежицка, Запрудни, представленного Старожевского монастыря и из Тулы. Все это, весь этот праздник мы смогли организовать благодаря многим и многим добрым людям. И так здорово, что мы не только на сцене показываем, какие люди должны быть добрые, как мы должны найти добрые дела. Но показывая это, мы уже несем свет. И детишки от мала до велика, да, и взрослые люди объединяются вместе для того, чтобы делать добрые дела. Дети могут ее повесить на елочку, сделать дома с нами, повесить сколько угодно. Давай поделим в елочку. Еще мы едем в паху много раз. Уши! Уши вот такие. Уши! 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 Кто мне назвал Теоманкарист? Я! Вот, мы сразу дадим самый важный конфет. Держи. Молодец. Но это очень круто. Скажите, пожалуйста, кто возглавлял засадный ковр? Владимир Александрович. Владимир Александрович. Но Владимир, он не Александрович это был. А какое у нее было прозвище? Владимир Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Уши! С draining адвокатура. Это просто мышками дейти. Так, дай тебе медь поменьше. Дай медь. Умя руками, защищайся. Раз, два. Зачитала такая. Сверху удай. Скандинавская вязка. Во-первых, используется вот такой вот инструмент, иголка, называется вязка одной иглой. В отличие от современной вязки, где используются две спицы, вязание идет одной иглой. Более простой рисунок получается. Вот здесь, конечно, особо такого рисунка не получится, как вязание современной спицы. Но, тем не менее, достаточно интересный способ. Его и сейчас можно использовать для вязания варежек, вязания носков, даже вязание там изделий какие-нибудь куклы делают многие мастера. В этом году мы очень хотим поставить спектакль про Дмитрия Донского и Ефросиню Московскую. Их любовь, ее верность, его мужество, какие воины у нас были. То есть они уже начали погружаться в тему Руси XIII-XIV веков. Когда татаро-монгольское нашествие. Но главное, чтобы дети знали, что бы ни случилось, что нужно бороться, нужно любить свою Россию, верить, что все будет хорошо, потому что с нами Бог. Вот это самое главное. Кто вы? Я? Я ангел настоящего Рождества. Вы второй ангел, о котором мне говорила тетя Энн. Урок первого я приняла с благодарностью. Я усвоила этот урок. И ваш я приму тоже. Куда мы отправимся? Расскажите мне. В настоящее Рождество, где все празднуют, где радуются, идут в церковь, благодарят Бога, делают добрые дела. Да, это настоящее Рождество. В этом году спектакль у нас рождественская история по мотивам Чарльза Диккенса. Но в отличие от классики у нас не Скруч в главных ролях, а мисс Мэри, которая очень талантливая и добрая девушка. Но ее с детства воспитывают в том, что только эгоисты побеждают в этом мире эгоизма. И она такая и вырастает, и не отпускает свою театральную труппу на рождественские каникулы. Говорит, что они должны работать. Стаска удивительная, понятная. И деткам и взрослым очень понравилась. Посмотри, какую елку мы нарядили. Мы с ребятами хотим отметить сотейник, прежде чем разъедемся на каникулы рождественские. На каникулы. А кто сказал, что у вас будут каникулы? Как? Каникул не будет! И нашей задачей было поделиться этой радостью, радостью рождественской, счастьем со всеми зрителями. Я надеюсь, что у нас это получилось. В моем сердце осталась благодарность от каждого из зрителей. Радость, которую получили наши зрители. И счастье от того, что наконец-то в наши сердца и в наш дом пришел Иисус Христос, Он родился. Поэтому я всех поздравляю с Рождеством, радости всем, удачи, счастья и любви. СНЕР Поскольку вот эта вот сказка, она уже приобрела такое социальное значение, и сюда приезжают наши друзья уже, кто когда-то были, кого мы просто приглашали, теперь мы начинаем дружить с этими детскими домами, с союзом замечающих земель, кто приезжает сюда с детьми. Весь приход практически собирается на эти постановки, на эти сказки. И люди с таким интересом уже ждут чего-то вот, чего-то такого, можно сказать, грандиозного. Когда я люблю Рождество, ощущение праздника, настоящее чудо, люди встречаются вместе, чтобы разделить праздник Рождества, стать немного добрее и лучше. Радостно, что спектакли у нас настолько добрые и жизнеутверждающие, что играть-то практически не приходится. Ты делаешь действительно такие вещи, которые и сам бы хотел творить в жизни. И ты лишний раз это подкрепляешь. Ну и, конечно же, несешь для детей такие моральные и духовные ценности. Мы ведь все хотим, чтобы наше новое поколение было не в гаджетах, а действительно с такими открытыми светлыми глазами и творили бы любовь. С Рождеством Христовым тебя и твою семью! С Рождеством Христовым! У меня есть для вас подарок. Возьмите! Этого должно хватить на операцию малышу Тиму! Сколько денег, мисс Мэр! Спасибо! Пойдемте! Праздник еще не кончился! Я уже 6 лет играю, и я буду обязательно играть, потому что видеть эти потрясающие глаза, в которых просыпаются чувства, это совершенно непередаваемое. Я буду играть, когда, как только смогу, каждый год обязательно. Так что пусть они приезжают, и пусть они смотрят на это, пусть они учатся, а я с удовольствием буду передавать им свой опыт со сцены. Мудрецы под величи вышли на дорогу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот и сказки конец, а кто слушает, молодец! С Рождеством Христом он вас! А кто-то из наших поэков спросил, а в чем счастье? В жизненном пути, куда твой долг велит идти. И врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и правильно, и верить. С Праздником Рождества Христова! Мира, счастья, здравия и спасения! Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!